Ребят, секретную комнату нашел. Секретную комнату нашел. Секретную комнату? Нашел секретную комнату, в стене еще не открывал. Я не знаю, как Толян не увидел ее. Вот она. Офигеть, я тебя не увидел реально. Офигеть. Второй заброшенный особняк во Франции встретил нас забором, огороженным по всей территории. Причем эта территория оказалась достаточно огромной. Приехали мы туда ночью, примерно в полночь. Почему так поздно, спросите вы. А все потому, что прошлое видео на моем канале мы сняли буквально за 3 часа до приезда в этот особняк. Мы уже были достаточно уставшими, а завтра утром нам предстоял залаз в парижские катакомбы. Ребят, всем привет, с вами Олег Прочанов. У нас новая, вторая локация во Франции. Сейчас это еще один очередной особняк. Но самый прикол в том, что мы приехали сюда ночью. Я сейчас даже не вижу, куда я иду. Но там прям такая темная аллея. И скоро мы увидим уже этот самый особняк. Я надеюсь, что там будет офигенный контент. Не хуже, чем был в прошлом особняке. Вот смотрите, вот такая вот аллея идет вперед. Страшная. И нам надо, наверное, пройти метров еще 200 по ней, чтобы достичь этого самого дома. Подойдя к особняку, я сразу увидел что-то похожее на датчик движения на углу здания. Рисковать сильно не хотелось. Мы добирались до этого особняка часа 2-3 на машине. И если сработает сигнализация, то весь наш залаз в дом провалится. Мы аккуратно обошли дом по периметру. И подошли к нему с той стороны, с которой не было датчиков. Затем мы по стенке прошли ко входу в дом. Входная дверь оказалась закрыта. На ступеньках стояло кресло для подъема наверх для людей с ограниченными возможностями. Инвалидное кресло. Короче, было. По всей видимости, инвалид какой-то жил. Практически рядом оказался спуск в подвал. Мы решили испытать удачу там. Тише, тише, вы уже не датчик. Пусть это просто. А все обрезано, да? Острый маленький телевизор. Он показывает еще. Смотри, Толян, телекар, который работает. Давайте сюда посмотрим, смотри. Кстати, ютуб-каналы Димы Эмигрантаса и Толина «Шаг за обыденность» я оставлю в описании к ролику. Ребята снимают со своего ракурса, рассуждают и описывают вещи по-другому. Поэтому советую взглянуть на этот особняк под другим углом. Там что-то какие-то шмотки висят. В подвальном помещении было достаточно прохладно. Небольшая волна страха прокатилась по телу, так как мы находились, грубо говоря, в лесу посреди Франции, да еще и в чем-то доме на огороженной территории. Но интерес к неизведанному брал свое. Хотелось очень посмотреть, что же осталось в этом забытом временем особняке. Подвал не самая интересная часть дома, поэтому сильно описывать и рассказывать про него я не буду. Тут просто большое количество хлама, старых вещей, холодильников и тому подобного. Покажу только самое интересное. Мы нашли комнату, затопленную водой. Дима Эмигрантас решил посмотреть, что же находится за углом, выполнив опаснейший трюк в его жизни. Но выполнил он его зря, так как за поворотом была стена и ничего более. Осмотрев весь подвал, мы вернулись к лестнице, ведущей наверх. Поднимаясь по ней, у меня пролетела мысль. А вдруг, сзади, кто-то зашел за нами в дом. Я резко обернулся и осветил фонариком темноту, но там никого не оказалось. Зайдя наверх, мы попали на первый этаж дома, и сразу же на стиральном машине увидели закрытую на молнии сумку и решили взглянуть, что же внутри. Причем свежая? Это свежая? Насколько свежая? Охренеть просто. Просто охренеть. Что там? Просто охренеть. Что там? Вот что. О, парасоте. Офигеть. Алин, реально, слушай, жуткая тема вообще. Зайдя в следующую комнату, мы, мягко говоря, охренели. Это мой второй особняк, настолько наполненный интерьером. В нем выглядит все так, как будто в один момент отсюда исчезли все жильцы, и время просто замерло. Глаза разбегались в разные стороны. Огромное количество вещей, вещичек, мебели, картин. Ух, аж мурашки по телу пошли. Здесь ключ. Старый. Здесь тоже набор ключей и нож. Эта комната похожа на гостиную. Тут остался кожаный диван посреди комнаты, лежит маленький ковер. Такое ощущение, что на нем должен стоять комод с телевизором. Сбоку стоит мраморный камин. Но единственное, что тут не сходится, это шкафы с документами по углам. Может быть, все-таки это был кабинет для работы? Такой кожаный диван посреди не остался. Здесь стульчик, он уже почему-то расколот на две части. Непонятно почему, то ли сам раскололся, то ли его кто-то помог. Здесь камин мраморный. Огромный вот такой ершик, скорее всего, для чистки камина. Здесь опять бутылки из-под вина, закрытые. Какая-то шкатулочка вот осталась. По-моему, она пустая. Да, она пустая, в ней ничего нет. Вот это что такое? Какая-то рыба. Рыба какая-то, статуя от рыбы, куча книг. Что тут интересного? Карты. Ключики. Еще ключики. Разные карты. С разными рубашками. 2004-й год. Такой, блядь, что по голове не дало. Вот такой вот куршин остался здесь стоять. Это что такое, радио? Офигеть, какое оно старое. Эмпайр. Табличка Эмпайр у него здесь, эмблемка. Это радиоприемник американской фирмы Эмпайр. Примерный год производства 1930-й. Шикарные стулья бы оставались. А вот этот ноутбук, немножко не ноутбук, это терминал. Называется он Минител. Разработан Министерством почты и телекоммуникации. Был специфически французской инновацией в области телематики, доступа и получения информации через телефонную сеть. Он был экспериментально установлен в домах в 1981 году, где заменил печатный телефонный справочник. К 1985 году использовал с более миллиона терминалов. Но Минител был вытеснен интернетом, который вскоре выявил ограничение технологий Телетел. Но даже в 2012 году сеть Минител все еще регистрировала подключение с этих терминалов. А в следующей комнате нас ждал календарь. Он говорит нам о том, что дом забортили примерно в 2014 году. Да, кто-то говорил, что календари могут и хранить в доме за прошлые года. Но на моей практике в большинстве случаев год календаря равен году, когда жильцы покинули дом. Плита установлена. Рюмочки пооставались, ножницы. Опять те же самые фонарики, которые мы уже видели не один раз. Заметки. Здесь ящик с инструментами. Странно, почему он хранится на кухне. Так, бутылки с вином 2011 год. Куча таблеток. Здесь все разбросано. Я думаю, тут смысла нет открывать те ящики, потому что они все будут просто с тарелками. С такими. Поэтому трогать их не будем. Пусть будут закрытыми. Проходим дальше. Тут у нас такой стеллаж сразу с книгами. На входе. Очень много книг у нас оставалось. Здесь швабра за углом. Здесь какие-то надписи на двери. Я не знаю, что это такое. Ла. Ла, что-то там. Ванная. Офигеть. Посмотрите на этот кабинет. Дальше мы попали в кабинет. На входе нас встретил сундук, похожий на такой, как в фильмах про пиратов. В котором должно лежать золото. Но насколько я вижу, там торчит журнал. А значит, он весь набит старыми газетами и журналами. Хотя, кто знает, может эти газеты и журналы сейчас на вес золота. В углу стоит шкаф с книгами. Печатная машинка. Старое радио. А тут у нас стоит бюро, захламленное разными вещами. Кстати говоря, бюро – это вот этот вот письменный стол, оснащенный надстройкой над столешницей с полками и ящиками и крышкой, закрывающей рабочую зону. На столе лежали очки. И для чего-то стояли двое часов. Как вы думаете, для чего человек может использовать в кабинете двое часов? Напишите в комментариях. Такие маленькие какие-то тухи. Интересно очень. Фотографии. Есть какая-то коллекция духов. Чеки. Чек-чек-чек. А на что чек? Не знаю. На что это чек? И вот куча духов вот таких маленьких. Очень интересно. Вот эта фотография. Возможно, эта семья жила в этом доме. Этот человек жил в этом доме. Еще одна старая радио. Ракушка. Тут очень много старых вещей и пооставалось. Причем вижу, что вещи, по всей видимости, женские. Можно еще глянуть, что есть в ящиках. В ящиках можно тоже интересный контент найти. Так, очень много карт у этого человека. Скорее всего, он любил играть в карты. Либо показывать фокусы. Фу, блин, паутина. Что это? Двое летер опенер из магнифайер. Это открывашка для писем. Интересная такая. Это что такое? И по факту все. Так, еще с этой стороны глянем, что тут у нас есть. Очень много этого человека фонариков и Old Spice офигеть. Походу старый какой-то. Очень много фонариков этого человека. Очень много калькуляторов каких-то. Радио несколько. Ну, то есть, как-то непонятно, с чем он вообще занимался. И карт очень много игральных. Жесть, короче. Это жесть. Просто все осталось. Мне кажется, как было. Вообще никто ничего не трогал. Позатрите сундук с разными журналами. Офигеть, блин. Так, Толя освободил эту комнату. Сейчас я ее поснимаю. Фу, здесь такой запах сырости в этой комнате. Запах сырости. Прям очень сильно сырым пахнет. Не знаю почему. Вроде тут сильно ничего не подтекает. Но запах сырости, тем не менее, не имеется. Так, начнем смотреть, что тут у нас есть. Еще дело поменьше. И начинаем смотреть, что у нас тут. Тут у нас стеклянные разные рюмочки. Вон там даже какая-то банка с вареньем, по всей видимости, осталась. Так, идем дальше. Смотрим, что тут еще есть. Офигеть, сколько тут ложек. Причем таких прикольных. Прикольно разукрашенных. Так, тут всякие сервизы, баночки, стаканчики. Сердечко. Ну такое, что-то непонятное. Что-то непонятное. Вон, тоже куча посуды. Поставалось. Так, тут мы смотрели, да. Здесь поплавки остались для рыбалки. Какая-то колба. Смешка. Я так понимаю, что, фу, тут прям еда уже, короче, она прям в такой жесткой плесени. Кто-то не доел макароны. И вот такой вот какой-то сувенир написано остался. Жесть, макарошки стрёмно выглядят. Я думаю, что это была столовая. Там готовили, а тут кушали. Опять несколько очков. Стаканчики пооставались. Здесь вот калькулятор. Интересная какая-то книжечка. Ларусы и Лустре. Причем такая-то довольно-таки толстая. Вот это что за штука? Не понимаю, для чего она. Просто, наверное, как украшение. Или для того, чтобы надевать шляпу сюда. Возможно, это для этого. Так, погнали. Разные бутылочки с вином, с алкоголем. Мартини. Мартини Россо. Смотрите, какая старая бутылка. Офигеть. Не вижу, на самом деле, какого год, к сожалению. Но выглядит вообще даже круто. Еще какие-то разные бутылочки. Это вообще такое ощущение, что как будто просто кто-то подписывал отдельно, вручную. Здесь шундучок пустой. Огромный вот такой телевизор. Старый. Годов, наверное, таких 90-х. Такой же самый, в тех же самых годов магнитофон. Книжечки тоже запечатанные. Ну, здесь понятно, что не книжечки будут. Вот это что за аппарат такой? А, это весы. Все, понял. Это весы. Что-то здесь взвешивалось. Для чего? Не знаю. Что-то там взвешивалось. Так, тут у нас ванная. Ну, ванную пробежим быстро. Потому что я думаю, что тут ничего интересного нет. А, с ванной еще проход дальше куда-то идет. А, с ванной, ванная круговая. И выходит обратно в коридор вот. Приготовил Димону подарок. Подобрал. Надеюсь, ему понравится. Он где-то наверху вроде. Ну, куда зашел. Пока можно заспойлерить. Давай. Я видел, там на борохе лежит. На столе. Да. Я думаю, возможно, дорогущие. Стоит миллион. Я уже поехал. Я думаю, он понравится. Да? Сейчас я засниму здесь комнату. Так. Что у нас в этой комнате есть интересного? Есть ли вообще что-то интересное? Может быть, мы пробежим тоже очень быстро, как и ванную. Здесь вижу опять те же самые книги. Куча барахла. Стаканчики, рюмочки. Вижу интересную картину. Такое, я понимаю, что это комната-склад. Мне почему-то так кажется. Не накидано много всякого барахла. Камин стоит. Здесь такой интересный шкаф. С книгами. Ух ты, паук висит на растяжке. Блин, очень много паутины. И не хочется пауков на себя насобирать. Целую кучу. Так. Тут крышка от унитаза. Выглядит реально комната, как склад. Вот в прошлом. В прошлом особняке тоже такая была. Вот здесь какая-то эмблемка оторвана от чего-то. И по факту вон эта дверь почему-то заложена, заделана. Так, нет, где вход? Шкаф. Здесь белье. Вещи. Ну, в общем, тут такое, да. Складское помещение. Выходим, идем наверх. Так, поднимаемся наверх. Еще один стульчик. Для поднятия выше. Офигеть, тут еще выше этаж потом идет. Вон, трехэтажный этот дом. Так, мы попали на второй этаж. Так, продолжая съемку. Это второй этаж. У нас еще одна кухня. Какие-то стаканчики пооставались. Кухня максимально пустая по сравнению с прошлыми комнатами. Здесь интересный такой вот сосуд стоит. Причем он с крышкой. И по всей видимости, это бутылка для вина была. Она прям такая очень высокая. Интересно. Еще комната-склад. Вот здесь, кстати, уже крыша начала проваливаться. Третий этаж начал проваливаться в углу. Значит, крыша тоже уже начинает протекать. Такое страшное зеркало здесь, разрисованное пальцами. О, кстати, как в прошлом особняке, швейная машинка, только здесь более собранный вариант, более полный. Все пооставалось. Да, вот там вот картину какую-то нашел за зеркало. Попробуй со своей стороны. Я держу зеркало, а ты достань картину. Фотография какой-то девочки. Наверняка как-то связанный с жильцами этого дома. Наверное. Такой вот альбом есть на кровати. Интересный, с разными фотографиями. Так, обогреватель вот про вот этот, наверное, говорит, интересно, да, действительно. Маленький такой обогреватель, я так понимаю, типа мини-камина. Накидываешь туда и он тебя обогревает. Круто. Так, что тут еще есть? Ничего. А вы видели? Толя. Нашел секретную комнату, хочу с пацанами открыть. Ребят, секретную комнату нашел. Что? Секретную комнату нашел. Секретную комнату? Секретную комнату в стене еще не открывал. Я не знаю, как Толя не увидел ее. Вот она. Офигеть, я не увидел реально. Офигеть. Вау, вот это секретная комната. Здесь есть лепешка, секретный лаваш. Ты что, посмотри. Это портал Хогварт, если я это отвечаю. Слушай, мне хорошо, почему эта комната была на замке? Где-то допросом подшел. Какая-то была варенье. Варенье превратилось в такую лепешку. Варенье не варенье, но в франции посреди леса, да? Да. А вторую, видите, ты кушкова-то? Нет, где? Ну, вон там же. А, тоже? А, она еще так вернулась. А, она закрыта. Закрыта? Она закрыта на ключ. А, ну, только смотри, нет ключей? Вот-вот. А, это закрылась. Толян, ключ нужно на двери. Ребята, сейчас смотрите, продолжается продолжение след. Короче, мы открыли шкафчик. И вот, что мы нашли. Давай сюда. Давай, по-моему, да? Не взялась у нас. Там все есть, и ты показываешь, а мы снимаем. Капец, это книги. Это книги, очень старые книги. Ты сильно фонарем засвечиваешь? А, уменьш. Это сборник книг. Я не знаю, какого это года слушаю, но они, по-моему, очень старые. Вот это? 877-й год, ребят. Вот, вот это уже антиквариат. Вот это уже стоит денег. Представляешь, 877-й годы книги. Офигеть мне. Сотри, блин, охренеть. Вот этот вот бокс. Можно не засвечивать? Ты засвечиваешь. Жми, пожалуйста. А-а-а, ты чё? Вот это вклад. Тихо-тихо. Ты думал, там монеты. Выруби фонариску. Ты думал, монеты там лежат, да? Ну, блин. Подожди, подожди, не открывай вторую. Собирайся, что внутри. Долбый, что-то там. Собирайся. Вот это. Тут, к сожалению, тоже не монеты. Блин. Слышишь, ну я знаю, что нефотокуговицы стоят тоже довольно-таки нормально. Ага. О-па-нки. Ты посмотри, что это. Париж. А что это? Фотография какая-то. Что-то тут написано. Ну, какая-то подставочка такая очень крутая под фотографии. Старые фотографии. Старые фотографии. Да, интересный такой формат. А вот тут еще такое. Подожди, подожди, подожди. Вот эти вот, что это за штуки? Дело Фани Верт Клаев. Не знаю. Я предлагаю открыть следующее. Не знаю, да? Вот этот, смотри. Вот здесь какая-то интересная вот такая вот книга. Что это такое? Прикс Муниципал. Год, год. Так, не видно, но мне кажется, это, конечно, тоже. Короче, я нашел, я нашел вот такой же диплом подтверждения. Я тоже видел, да. В 1800-го года. Еще тихо-тихо. Ну, так я не могу, вот на руку все дело. Сейчас обратно закину это все. Какой же мод интересный такой. Вот так. Какая-то фотография. Ну, тут такой, мне кажется, семейный альбом. Просто фотографии. Фотографии, фотографии, фотографии. Очень много фотографий. Итак, ребятки, поковырявшись с книгами, мы выяснили, что, скорее всего, они никакой ценности не представляют. Вот, мы их сложили обратно в чемоданчик и закрыли этот самый шкафчик, который мы так долго открывали. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, может быть, все-таки эти книги стоило взять, может быть, они все-таки стоят огромных денег, и мы зря их не взяли, или же наоборот, мы правильно сделали, правильно поступили, что не взяли их с собой. Напишите, пожалуйста, это в комментариях, поставьте мне лайк, если вам понравился этот ролик, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых моих видео. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok